Так как в этот раз матч проходил в светлое время суток, организаторы постарались сделать все возможное для комфортного просмотра. Между трибунами и сценой натянули тент, чтобы затенить экран. Это позволило создать ощущение полумрака. Десногорцы целыми семьями, много молодежи пришли поболеть за красивый футбол. К сожалению, сборная России до финала не дошла, но тем не менее он вызвал большой интерес у болельщиков. Команда «Златкодалича» так прижала соперника, что в первые 15 минут трехцветные и не помышляли об атаке, а временами не стеснялись выносить мяч от греха подальше. По истечении первой трети тайма французы пришли в себя и постепенно отодвинули игру от своих ворот. И в отличие от хорватов, они извлекли из своих атак несравнимо больше пользы. Хорваты пытались прессинговать и противопоставить хоть что-то оппоненту, но разница в классе была слишком ощутима. Десногорцы кричали и поддерживали обе команды. В первую очередь хочу выразить благодарность организаторам, это фан-зоны, потому что давно об этом я мечтал. Это очень классно, когда можно посмотреть, увидят живые эмоции игроков, болельщиков на большом экране. Очень здорово, это когда и знакомых встречаешь, и объединяет, можно поделиться, как бы и вообще общее настроение, оно заряжает совсем по-другому. Фан-зона нравится, буквально каждый матч сюда хожу и эти эмоции не передать словами. Когда много людей, то болеешь как-то, ну, как-то приятнее, знаешь, люди орут, и ты хочешь тоже поорать с ними. Здесь собралось очень много народу, потому что, наверное, финал очень атмосферно, ну, намного лучше, чем дома, потому что здесь очень большой экран стоит, и чувствуешь, как будто ты сам находишься сейчас на стадионе, все кричат, болеют. В итоге Франция стала обладателем Кубка мира. Со счетом 4-2 она обыграла своего соперника. Хорватская сказка закончилась, но вряд ли найдутся люди, которые смогут хоть в чем-то упрекнуть команду Далича. Чемпионат мира в России однозначно удался. Турнир завершился так же, как начинался и развивался, ярко и сверхрезультативно. А у десногорцев, по задумке организаторов фан-зоны, теперь появилась возможность посмотреть кино под открытым небом. Да, я слышал, ну, читал на сайте десногорском, ну, рад очень, и гордо за свой город стало, что начал процветать. Ну, здорово, будет хоть куда-то сходить там, тем более мы тут рядышком совсем живем, нам 5 минут, и все. Ну, очень хорошо будет, что будет тут кинотеатр под открытым небом, это хорошо. Идея очень интересная, я думаю, многим жителям Десногорска понравится, и все будут посещать это место еще больше. Уже 20 и 21 июля в 21.00 на стадионе «Атомтранс» пройдут первые показы короткометражных фильмов «Вход свободный».